Пошла локальная запись. Громковато. Выходит Луналеки, легенда Варкрафта. Самый необычный игрок за ночных эльфов. Один из самых необычных в принципе игроков Варкрафта. Так ему, да, хелпер, видите? Проходите, проходите. Амун просто хотел побольше побыть со зрителями, с народом. Кореативные стратегии, колоссальный опыт. Игры. Непростая судьба, учитывая дикую конкуренцию на протяжении длительного времени в Корее. И сильных персональных соперников. Это новенький, самый молодой игрок на турнире. 120-й, последний китайский игрок, который остался на турнире. Вообще баланс классный. Топ-1 кореец. Почти тупо один китаец, но извините, отлетел тупо один. Ну, тупо один, по крайней мере, в рамках этого турнира, потому что Тиаш встречался со 120-м, и там было, кажется, 2-0. Если я правильно помню. Я не знаю, наверное, все-таки стоит действительно поболеть немножко за Муна, потому что... по нескольким причинам. Во-первых, этого хочет Император. Победы... победы 120-го над Муном хочет Император, он хочет играть против Муна. Шансы... во-вторых, потому что он андердог, потому что это сказал Император. Ну, не андердог, но шансы типа у Муна меньше на победу на 120-м. То есть за него, как за более слабого, будет болеть интересней. И в-третьих, наконец, посмотреть на зеркальный андедовский мирор, в смысле, мэчап в финале, и посмотреть на игру Хэппича против Муна, это две совсем разные картинки. Поэтому, надеюсь, я вас убедил. А вообще, я фанбой просто, я буду болеть за эльфов. Если не болеть за Императора, то надо болеть за эльфов. Плюс болеть — это весело. Переживать, все дела, поэтому... Давайте за Муна. Кто за Муна? Давайте, давайте, голосование сделаем. У нас же демократия на гудгейме. Так, за кого болеем? За кого? 120-й, Мун, или мне все равно, я Акалит. Поехали. Голосуйте. Голосуйте, в чате появилось голосование. Уже 200 человек отдали свой голос с 300, 350, нифига себе. Интересно, у нас когда-нибудь в государстве будут интерактивные голосования на правительственном уровне? Чтобы прямо вот в реальном времени, бах, бах, подходит человек, опускает бюллетень, и с мобильного телефона так тыкает. Все в реальном времени, все видно. Как же вбрасывать тогда? Нет, там будут технологии. Так, значительно больше шансов на спекуляцию. А было бы интересно в реальном времени понаблюдать. Победит дочь Алсу, говорят. Понятно. В общем, 53% за Муна, 38% проголосовали за пофигизм. Мне все равно, я Акалит. Проголосовало 666 человек, я думаю, на этом стоит остановить голосование. Теич, ой, в смысле Теич, 120-й набрал только 10%. И он расстроен по этому поводу явно. Да ладно, не переживай, не переживай. Кто-то за тебя все-таки болеет. Работаем. Работаем. Хами скидывает, видимо, если бы выборов зависело, нам не позволили на них участвовать. Слышал этот статан. Так, либо Император что-то не знает. Что? Pretty equal. Здесь явно не вся стата, но по последним типа шести матчам, ладно, пяти матчам, победу одерживал Мун. Ладно, посмотрим. Что, Феррики будут, да, какие-нибудь? Мун собран, смотрите, как медитирует этот сектоид, инопланетянин. Легенда против Щегла. Ну, Мун старенький, ему сколько? 34. А 120-му в 2000, как сообщали, в пятом году было 18 лет. 32, говорят. 32? Да, нет. Что последний игрок из Кореи, отрадно видеть Муна. Болеем за Луналикова тогда. Да, 32. Муна 43, говорит Ханду. О, я думал, Муна 16. Ну, да, и Муна 16 в 2003 тоже был, ой, 13-м точнее. Ой. Извините. Я опять все напутал. Цифры — это не мое. Так, чатик. Настолько бурное обсуждение идет в чате, что я не могу от него оторваться, читаю постоянно. Надо же в игру уже вникать. Хотя герои еще не появились, но мы приблизительно знаем, что это будет козел. И ДК. Спан говорит, Миша, спасибо большое тебе за добрые слова. Спасибо. Император пока отдыхает. Император отдыхает, его развлекает второй полуфинал. Он точно смотрит сейчас эти игры, прям абсолютно точно. Что, во-первых, больше там делать нечего, во-вторых, это полезно. Просто полезно. Кто какие карты черканул, кто как будет крепиться, по какой стратегии более-менее понятно, как будет играть. Но даже когда основные вещи тебе ясны, можно начинать подмечать детали. Особенности какие-то индивидуальные игроков, которые можно использовать в своих целях. Да, согласен. Посмотрим. О, это FastExp. Ничего себе. Ой, красиво. Во-первых, он не дал вижен ДК, но он, кажется, догадывается. То есть смысл в чем? Этот виз мог сделать очень много неприятных вещей. Он мог задиспелить скелетов. Он мог задиспелить землю. Он изначально сразу бы выдал, да ладно, это фейк. Ну, может быть, это просто такой криппинг особенный, что у тебя будет возможность в любой момент построить здесь базу быстро. То есть это такая потенциальная угроза. Да ладно, окружает 120-й кипер сразу! Да ладно, Инвул использует Мун, но... Продать так Инвул на старте большой 15-секундный, это колоссальный косяк. Скорее всего, он подстроился просто. То есть он мог тыкнуть тег, когда увидел, что козел подходит. То есть если бы там был какой-нибудь пассивный, пассивный козел, то, может быть, ни одной гуле не убил, да? Но он сейчас может догнать, потому что два энта внутри базы. И ДК второй уровень получает. Тут уже база. Да, голосовала за Муну, но по инерции болею за ДК. Да, после... Так, минус Анагулька. После предыдущей серии очень сложно перестроиться, надо быстро это делать. Возможно, даже виспазис от... Нет, нельзя, нельзя. Да ладно! Ну, хоть бы правильнее за дисплей. Там слева остался кусочек. Но там можно зигурат воткнуть. Каким бы маленьким кусочек земли не был, насколько я помню, все равно можно втыкнуть там зигурат. Кажется, кажется. Меня андыда сейчас поправит, кто шарит. Но, кажется, даже на тоненькой линии, которая остается после диспала, можно поставить зигурат. Нельзя говорить так. FGG фан. Там рудник. Возможно, кстати, да. Нет, говорят. Нет. Все, хорошо. Все. Все, ладно. Я молчу, молчу. Хватит. Нужен квадратик 2х2. Надо проверять. Я не верю. Сейчас наговорят эксперты потом. Безответственно. Кого ты слушаешь, да? Да. Если вам кажется, что на заднем фоне мяукает котенок, вам кажется. Просто идет воспитательный процесс. Эффективный. Там тоже мелкий полосатый щегол, который просто воспитывают. Так его, так его, мочи. Идет криппинг, постановка экспанда, но рядом 120-й. Очень хороший контроль от 120-го в плане разведочки. Приходят скелеты, но, к сожалению, мета такова, что здесь особо Андетт делать ничего не может. Хотя вот он отвлекает. Он выигрывает время, самое главное. И врываются. Но здесь косяк у Муна, на самом деле, большой, потому что он деревом подтупил. Соответственно, пришлось вместо дерева вытанковывать арчам. Арчи хреново вытанковывают большого голубого огра. Веспов не хватает здесь явно рядышком. Я не знаю. Сейчас можно просто потерять экспанд. Ну, это да, это Мун. До свидания. Абсолютно, абсолютно отвратительная игра. То есть, это настолько стандартно. Ты делаешь экспанд, ты его собираешься ставить, ты будешь его подставлять, он будет танковать. Это нормально. Это нормально. Если рядом есть веспы. Веспы мирно кружат нам на Мэне. Какого хрена? Ну, после этого очень сложно восстановиться. В экспанд вкладывается и колоссальное количество ресурсов. Что, он добил скелета? Нет, там просто мало экспейт за него прилетел на двоих героев. Так там же еще и к таймингу все должно подходить. То есть, ты просто на три минуты сдвигаешь меньше получащих ресурсов. Ну, тихо, тихо. Паника, паника. Шугаем коту. А ну, пусть. Все, все, постойки смирно. И глаза невинные. Нормально. Правильно подстраиваются. Да, отвлекают еще. Меня чатик отвлекает. И два кота. Пш-пш. Я на польском сказал. Тихо, тихо. Пш-пш-пш. Все еще постойки смирно стоят, смотрят на меня. Все правильно. Там будет тайминговый пуш. Короче, у Муна опции, кроме как снова строить экспанд, особо нет. Правда, он этого не делает. Не знаю почему. Делает просветочку. А там, как бы, по инерции тоже идет пуш с гулями. То есть, да, идет, кажется, висп ставит эксп. Ну, это, во-первых, логично, это ожидаемое. И под это придет атака такая дикая. От которой крайне сложно будет отбиться. От нее сложно отбиться и со стандартным экспандом, если его не теряли. И при этом он уже какое-то количество времени поработает. Немножко, но поработает. При этом вы не тратите дополнительно эти 320 голды, или сколько там стоит экспанд, на, кажется, больше, 320. Это апгрейд делается. Ну, в смысле, стоит. Чуть-чуть, но побольше, кажется. И... Ну, и плюс висп за 120. Понятное дело. Короче, космический денег это вам стоит. Единственное, что можно сделать, это попытаться как-то развлечь. Типа, подрезать, чтобы выиграть время. Но выигрывать времени тебе предстоит где-то, ну, 3 минуты. Нова отлично влетает. Зачем прикопка? Так он и так догонял. Отменили экспанд под шумок, нам не показали, но это еще один серьезный удар. Причем отменили просто гульки. Там 3-4 гульки справились. Пошел дестер. Пошли сеточки. Новые прикопки. Не, нет, нет. Нет. Тут крайне сложно. И ты отступить не можешь от этого безобразия. Коэл Нова, Алхимик Став. Да, надо телепортироваться просто. Гиппогриф Рейдер 4 лимита. Довольно приличные деньги стоят. Почти под 300 голды. 120 играет стандартно с одной стороны. То есть результат этой игры определил сам Мун. И вспомните, сколько раз он был для себя опаснее, чем его оппонент. То есть сколько проблем он себе на ровном месте самостоятельно создавал. Иногда вообще даже без участия оппонента. В данном конкретном случае, конечно, 120 рядом, 120 атаковал. Он в конце концов этот экспанд и убил. Но это грубая ошибка. Одна из тех, которые как раз свойственны Муну. Свойственны ему. Помните, когда я сравнил Муна с Соником по амплитуде, так скажем, скилла? То есть есть игроки, которые более-менее стандартно держатся на... То есть у них нет такой большой разницы между минимальным и максимальным уровнем. Теми ошибками, которые может совершить. Вот Мун может сыграть безупречно, мега креативно, там, не знаю, вытащить из невероятной ситуации, а может просто не подвести виспов к экспанду. Но это финалка. Тут, скорее всего, даже 120 не отступит. Но если отступит, то чисто тактически. Не для того, чтобы спастись, а для того, чтобы перегруппироваться и еще разок посражаться. Минус 2 гиппоса, козел пустой, маны нет, хп нет. Есть еще коэлнова, это минус козел через несколько... А, и он просто фокусит. ГГ. Короче, невнятная абсолютно игра от Муны. Невнятная. Коты, кстати, успокоились. Так, я сейчас пойду быстро сбегаю в одно место. Одну минутку, друзья, умоюсь и еще разок, потому что... Надо, надо. Смотрите. Смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Зачем? Почему? Вот хотите загубить расу, дайте им на какое-то время Серьезное преимущество просто в игре Подрасслабиться А потом будет больно А, 120-й дрожит Но он мелкий, с ценным Давление колоссальное, ставки высокие Полная мобилизация организма идет Адреналинчик, все дела О, хулиган, спасибо тебе за поддержку Хэппи, ты не человек, пишет он Майкер, спасибо за стрим Спасибо тебе за десяточку Тот ли хулиган закинул? Мне кажется, это не тот Кажется, его Михаил, да? Звали Зальянс, хороший московский хуман Ксалиджин его Читали Зарубежные комментаторы Ксалиджин Ксалиджин А может и он Тот? Надо проверить по этому А, его не к нам Тот Московский с Волгограда Блин, вот Да просто потому, что он в Москве на турнирах участвовал Да, прости, пожалуйста Да давно это было И память у меня, конечно Хреновая Привет тебе Муна, такое выражение лица Что-то он проговаривает тебя Опять собака Доллар циркумфлекс Видимо Это его коронная фраза Блин А, Хэппи, ты не человек Точно А это его фраза? Хэппи, ты не человек Точно Это же когда Когда он Где он проиграл ему? И в конце игры написал Хэппи, ты не человек Блин, точно Это же было На Твистед Мэддус Джеки говорит ВЦГ отборы На Низинах Ё-моё Коллективная память восстанавливает Всё Молодцы, друзья Финал отборов ВЦГ Класс Кто-то говорит на ЛТ Но всё уже Это Низины Это Низины Это финал ВЦГ Россия Спасибо, хулиган Давно, прости Я Не помнил и Волгоград Не помнил и игру Класс Привет, Элайт Хэппи сближает Сближает Соколик появился в чате Чем вызвал резонанс Блин, только подошёл После игр Хэппи Вообще, Сокол Ты такое пропускаешь Ты такой нубас И здесь заруинил Ну как так-то Ну ничего Записи скоро появятся Уже обработка идёт, кстати Гулька Самая первая гулька пришла Похоже Похоже, да Выманивает на барак Это именно твоя тёзка Играла у меня в универе Против фокуса и Муна Его ласково называли Льмишка-карась Привет, из Вейхая Болеем за И Ни разу не видел, чтобы вот При такой агрессии Отменяли барак Если... Ну, были моменты Но там ошибки были Со стороны Эльфа То есть он не подходил Веспом, не отманивал Может быть, если барак был бы ближе Более аркадно стоял К мастерской Но Мун как будто знал И поставил его Ровненько Финал Б5 Небо 7 У нас всего две серии Маловато Я бы сейчас довольственно Посмотрел матч за третье место Потому что тот же самый Тиаш Ему, наверное, обидно В плей-офф сыграть одну серию Всего лишь Да и время вроде есть Но разницы между третьим и четвертым местом Нет по призам Соответственно, нет Да бараком добиваем Ну это Мун просто Да Ну вот видите, какая амплитуда по скилу Классика Ну Фоги учился у лучших Как бы Если уж перенимать стиль Да Если серьезно, то, конечно, жалко Что у нас только две квоты Возможно, кстати, после успешного выступления Дадут дополнительным квотам На регион 120-й со вторым уровнем Козел, конечно, тоже со вторым Но он вообще должен быть два с половиной сейчас Что за бред, говорит револьвер Два Некрополиса Ну против Хараса Против Хараса Это же не новая тема Разница между ними А, нет, второй Некрополис Скорее всего, из-за того, что он первую гульку отправил У него по таймингу Револьвер, я понимаю, что ты Не так много играл за андедов Но я тебе расскажу Почему такое происходит Зигурат стоит 150 на 50 Или 145 на 50 Короче, лес он стоит Некрополь стоит 255 И лес он не стоит Вот Поэтому гульку он вначале увел Ну, короче, ты все понял Обращайся, если что Аналитика Все дела Гуд гейм, гуд эмоушенс Гульки прибежали Мешают киперу получить типа четвертый Но Здесь довольно большое количество Ох, выстрел к хэдшотик В конце А может быть и зря 120 сюда пришел Потому что прикопка-то есть И приличное количество арчей Хотя Гулю вроде прикрывает ДК свой Гульки Остальные отступили Ну, разменивает койл на прикопку Нормально Нет Сохим из воды вышел Но вовремя отступил Хотя Хотя, может быть и Не знаю Не знаю Может эти четыре гульки Это тоже стандарт Экспанд, который прогрызается В ту сторону И Главное не отдать его без висков Правильно? А, это стратегия О которых 120 Рассказывал Типа У меня страты лучше Не фиг знает Пока что Мун сам проигрывает Ну, не сильно проигрывает Не так, как в прошлой игре Но Это его барак Добил жирного архимага Да, это любопытно Нет, скорее всего Это попытка выбить Выбить что-нибудь ценное просто Возможно, даже докрепливать не будет Что времени терять Агила Нет, будет доедать Это все дело Алхимик второй Выманивает Мун У нас кобальдов Из Ну, вроде это Точка 120 На его территории По крайней мере находится Висп Который контролит Который контролит Вроде как Проходы Но Ну, в смысле Вот Право Типа должен был увидеть Видит сейчас Двух битых гулей Которые пробегают Сейчас заметил Папа Видно, что он в левый нижний угол Посмотрел Это миникарты у нас Дважды То есть он увидел И виспа отвел Соответственно, за этими гулями Но сделать, к сожалению С этим ничего не может Потому что персоналки нет Вся армия находится Черт, наверное, где Хотелось подрезать бы Этих двух гулей Мегабитых Да, два Древа ветров Судя по всему Именно таким вот Короче, Мун второй раз Уже по этой стратегии Использует Скорее всего Будет и дальше использовать Потому что мы помним Посмотрели Что матч там Ла-Ла Это против Хэппи Это вроде как Актуальная мета Можно выиграть Немного времени На отмене шахты Козел все еще не третий Ему этот архмак Аукаться будет еще долго Да, опять виспов нет Виспо уже окупился То есть двойная отмена шахты Конечно, там не так много времени прошло Но Ну секунд 20-25 Я думаю, выиграли эти скелеты Я уже не говорю про то, что это Экспа Но 20-25 секунд Экспанда Это Ну Это те же самые 200-250 голды Даже фогичевские виспы Стоят дешевле Первые гиппогрифы Сейчас, по крайней мере Экспанд работает Помните, император Говорил, что будет 3-0, 3-1 Ну, то есть Победит Или 3-1, 3-2, он сказал Сетка от тролля Явно была Но Пока нет финдов с сетками Пока нет обсидианки Сражаться 120-й не может Отступает Почему андеды играет Против андедов играет Гиппогрифов Плюс лучик Ну это переходная Переходная стратегия В ферриков А ферриков играет Потому что Хорошая связка Появляется на Т2 Соответственно, ты можешь Ставить экспанд И Масить Т2 Хорошо сочетается с киппером С прикопками Против финдов Против жирных Стратегия ферриков была Ну, еще раньше Против В эльфийском эроре Часто очень встречалась Но Учитывая то, какие были патчи До этого Новый не жалеет на Веспа Хорошо Да, появляется уже первый феррик Верни Ютуб Да он отваливается просто Я не могу я с ним Ничего сделать Сделал стоп-старт ретрансляции, друзья Он просто берет иногда и падает Напомню, что ретрансляция еще идет На всякий случай на Твиче Если вдруг у вас какие-то там проблемы с ГГ Да, он спецом дропнул в Ютуб Ну, конечно, я сейчас еще буду контролить И от игры отвлекает еще Шутка же С Теликс я понял Смешно посмеялись Очень хорошее залетание сейчас идет На базу 120-го Падает, кажется Одна гуляя Акалит Время сейчас безусловно работает На Муна Ой, какая прикопка Акалит ушатывается очень быстро А вот 120-й не прав здесь Боится Койл Новым в козла И так очень хорошо тут наубивал Прям прекрасно Ну, эта игра, скорее всего, за Муна вообще останется Ну, во-первых, здесь никого нельзя терять Учитывая то, что ты и так играешь против Дубас Когда к тебе еще прилетает И без того хреновую экономику рушит Это Сейчас он должен будет Акалитов достраивать На это потребуется время А там работает экспанд Ё-моё Так Нет, это Процентов 90 уже на Муна Сейчас вот на этой карте Вот Муна еще очень хорошо себя показывает В играх небыстрых, так скажем То есть, когда есть базы Когда можно прикинуть Когда можно подразводить Когда можно подразменяться Прости, господи Хотя с этими разменами Мун тоже наломал В прошлые игровые дни дров Шел в размены иногда тогда Когда вообще в этом не было потребности Абсолютно спокойно отбиваются От этой несчастной армии Уже фейриков, смотрите Да там 65 лимита 65 лимита Очень хороший стэк Плюс 20 лимита сейчас у Муна Он, правда, не доконтроливает фейриков Не делает их в форму Но тут просто крит масса, так называемая, есть Ну хорошо, конечно, 120 контролит Нифига себе, как он контроливает все равно Отрезает двух фейриков Он никого не теряет Нет, теряет Финда все-таки Одна О Алхемик с большим инвулом, но очень битый 45 на 67 Но Муна еще все это время строился То есть он в этой В этом противостоянии он больше потерял, чем 120 Что странно Четвертый кипер, правда Надо телепортироваться А у тебя телепорта нет! Да ладно! Нет! Мун, ты чего? Всегда, блин, всегда Если преимущество в такой стратегии Всегда ТП бери Потому что ты на сетках Ё-моё То есть ТП это Ну ладно, два фейрика Причем как бы не занимает лимит Спасает твоего героя основного Тут без виспов уже может не отбиться Иллюзия очень хорошо заходит Срочно брать виспов, срочно диспелить И героев и иллюзий по возможности Они ее вытанкуют Блин! Пошла атака, виспы есть 50 лимита на 64 Ситуация уже у 120 По лимиту, по крайней мере, лучше Диспел хороший И Деку задиспелил Лизу задиспелил Барак медленно и печально подходит А у него Неча Блэйсинга еще нет Понятно Дека пропивает бутылек Судя по всему У него есть еще свиток Алхимик выживет Нужен Став Отлично Контролирует Мун Убивает еще одного Финда 44 и 60 Я за Муна, я за Муна, естественно Особенно в такой, блин, игре Если он в такой не выиграет, то это до свидания Хороший фокус Как же контролит прекрасно Тоже 120 иллюзия Минус Но осталось-то не так много армий На самом деле Финд не словил Койл, вы видели? Да, и сейчас Очень маленькая армия осталась 120 Обсидианка от Алхимика под рейджем Не, еще минус Финд Растерялся, растерялся Там, кстати, еще должен второй грейд на атаку делаться уже у Муны Я помню тайминг этого Хантерс Холла И, соответственно Став есть? Или на КД? Отлично Эльфийская имба во всей Карасе Карасе 38 лимит на 66 Это сражение провел Мун на удивление Значительно лучше, чем предыдущее Грейда на гиппогрифов нет, но это нормально У Ферриков уже 2 грейда на атаку Прекрасно Доделался второй грейд Все, все Сейчас главное Да, я не знаю Контролить вражескую базу Да, стандартные вещи Взять инволы Взять светоключения еще Ну, естественно, десбол доделать Там Мунвел построить на 80 Почему нет Мунвела, кстати, на 80? Вот кто бы знал Вот кто бы знал 70 лимита, деньги есть, Мунвела нет Как так? Как будто в урок играем Там же были, кажется, 40-70, да? Эти лимиты Снова сражение Лимит опять колоссальный Да, но... Ну, а толку? Все сражение сводится к тому, что ты отступаешь, кайтишь, пытаешься отрезать Но если ты не можешь, не можешь фокусить еще приятно А хотя нет, подрезал одного гипоса, смотрите-ка Так Да, похоже, что дальше подрезается еще обсидианка Все, эта хрень копится, копится, копится Финт неправильно подошел Еле-еле... Нет, нет... Да, ну... Тыкни по нему Да, тыкнул Минус еще один финт 44 на 66 У Муна почему-то, блин, 800 голды на руках Опять 80 лимита нет Ну, вот опять Мун начинает какую-то хрень делать Вот что это такое? Зачем... Почему у него деньги на руках? Почему у него на руках деньги? Да... Уже забирается на базу к врагу Да, телепортируется На этот раз правильно сделал, конечно, Мун, что не стал продолжать сражение Но там пятый ДК уже А куда деньги Мун делал? Может, у него опять химерницы выстраиваются на Мэйне? Он куда-то потратил колоссальное количество денег Может, он зашопился? Опять 70 лимит Сейчас еще красная точка заберется, 20-й Возьмет там себе пятого лича Нычка работает Да, это понятно, что нычка работает Спасибо, спасибо, Прикс За замечание Это прям... На самом деле, Мун просто Зря остановился, не доделал до 80-ти Непонятно, почему он все еще на 70 лимита Это... Это... Этому нет объяснения Причем у него было... Были деньги А сделать не может Ничего Он попробует сзади подойти Но уже после того, как Криппинг закончится 4-4 И будет сражение сейчас 70 лимита на 50 Не все уже так однозначно Смотрите, какая новая влетает Фокус по ДК Ой, как ДК улетает быстро Это хорошая тема, кстати ДК Плохо переживает Всякие прикопки Осидки Ну, это минус ТП, естественно Можно было попробовать еще лича подзабрать Но не хватает урона Да, там тоже потери особо не было Там один или два Феррика сдохло у Муна Красную точку нужно забрать Барак Я не понимаю, Муна Вот что? Где? Где? Почему 66 лимита? Почему 70 лимита? Настолько это странно, что я На секунду даже усомнился в том, что Точно ли у нас 80? Нет, точно 80 Да, конечно Я не знаю, зачем Муна отошел вообще от этой красной точки То есть, понятное дело, что Андет в любом случае сюда подойдет И Муна дает вторую красную точку Серьезно? А, вот то, что телепорта нет Это серьезная проблема Сейчас могут ДК просто зажать Может, это был такой байт классный Фокус Отлично Минус один финт ДК боится подходить ближе Если вот прокликает сейчас И прикопает ДК То это будет Да, прикапывает ДК Пошел фокус Алхимик Свиток Став Инвул Инвул у ДК Инвул у ДК Кейпера фокусит Но там есть Да, на развороте Прикапывает Финда Ииии Минус Дестройер 45-50 Ой, козел В Инвул ловит Койл Красиво Красиво Да Если бы нет То козел бы умер Но с другой стороны А как отсюда отступать? Козлом снова возвращаться? Снова козел Козел! А-а-а Ну это же было очевидно Ну е-мое Ну передал бы Став О-о-о-о Валить отсюда быстро Какое Все Я Понимаете Насколько Насколько вредно Для здоровья Болеть за Муна Просто Это Сейчас еще Фериков Можно на сетке отдать Нет, улетает Нормально Ну наконец-то Под лимит 80 Сейчас правда Лимит 59 на 80 И андэдовские герои Накормлены так Что Ну страшно на них смотреть Там ДК На половину 6 Да, можно было Второй Став Купить Можно было Телепорт Купить О-о-о-о А там телепорта Нет Минус 1 Акалит Минус гулька Минус Скорее всего Еще одна гулька Будет Да, пешком приходится Сражаться Вообще Это очень слабое Место Сейчас 120 Очень слабое место Минус гиппас Правда То есть феррики Могут сейчас выигрывать Довольно много времени Необходимое Время необходимо Для того, чтобы Козла дождаться Из-за алтаря Но все равно 4-4 Там почти Правда 5-5 У Муна Готовится Ставить базу 120 Опять преимущество По лимиту Козел Ой, алхимик Забегает Магазин Покупает Инвул Когти Плюс 15 Здесь не Выпадают Когти Плюс 15 И ставят Экспанд Вообще Хорошо бы Голема добить Если они Еще не добиты Я уже добиты А какой там А, когти Там же выпали Как раз 12 Да Нейтральных монстров Больше не осталось Негде вот это 5-5 получить Идет Экспанд И при этом Еще 120 Идет в бой Притом И что у него Телепорта нет Я не понимаю Вот сейчас 120 делает Крайне нелогичную Совершает Крайне нелогичный Поступок Дерево Перекапывалось С мейном Амун хочет Просто видимо В размен пойти То есть Да Возможно даже Это и Хорошая тема Во-первых В размене Он по мелочи Да по мелочи Будет кого-то Подрезать И соответственно Он может получить Те самые 5-5 Во-вторых Отменить Андедовскую базу Критичнее Чем защищаться Там на мейне Потому что Мейн хрен Ты быстро убьешь А вот Экспанд Это то что Ооо Сейчас еще Ой Да Мун нормально Все делает Все правильно делает Еще минус Акалиты Пятый кипер Можно даже Стелепортироваться Отсюда Да 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 Минус Правда Гипос слева Да Все Ну то есть Не все Но Сейчас С 120 руки Вообще связаны Потому что У него добычи нет Он знает Что экспанд работает У него У самого экспанда нет Мун старается Избежать В очередной раз Сражение Бежит просто В сторону врага Он даже может Отдать эксп Потому что У него есть Дерево свободное Которое может Перекопаться Потому что Эльфа Замечательная раса Соответственно Он знает Что у противника Нет телепорта Идет сейчас К нему На главную базу Андет Соответственно Пешкарусом Должен возвращаться Он должен сначала Добить экспанд Потом вернуться Это огромное количество Времени требует Уже экспанд Следующий готов Вы видите За это самое Перекапывается Но он не должен Ближе подходить Лучше сядь Лучше сядь Не подходи ближе От греха подальше Все А здесь уничтожение Идет Мейна Медленное Печальное Убийство Причем еще Акалитов Финда Подрезали Смотрите Здесь рядышком Финд И 120 Пешкарусом Возвращается домой А все что мы сделали Это разменяли Где-то 600 Ну ладно 700 Недобытого золота На На несколько киллов На мейн Хотя блин Мейн то не убили Может быть Это не так иррационально Как Как я предполагал И как предполагал Мун Став Прикопка Пытается отступить Диспел сразу же Койл в козла На мейне Там еще Энты Орудуют Так Хорошо Здесь Алхимика Настреливает Дестройера Хорошо Не успеет Уйти Дестр Это серьезная Сейчас каждый Юнит Важен Да его не видят Не видят Там попытался Сдиспелить Инвиз 37 лимит На 53 Но тут на Андэдовских героях Можно выехать На Херакили Можно выехать Еще В лоб Сражаться лучше не стоит Муну опять же Он пытается Снова избежать сражения Дерево здесь Конечно Значительно Жестче Оно правда не третье Оно второе Ааааа Видите Акалита сделал Для того чтобы Попытаться Хотя бы где-то Отстроить здание Отстроить шахту Крайне маловероятно Неужели будет Муна давать Уже это дерево Большое Вообще Под этими деревьями Можно посражаться Хорошо Не мне кажется Что будет телепорт От Муна в последний момент Потому что Очень Ой ДК 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 Что что Да Я не знаю Но с Дестройером Вместе уже Как-то поспокойнее На самом деле Вообще Может быть Имеет смысл Надо было сейчас Телепортироваться Убивать Лича Почему не сообразил Муна об этом Блин Почему Он мог просто Взять убить Лича ДК в одной части У него нет персонального Телепорта Что Это был бы 100% минус 5 Лич 100% минус 5 Лич Да Мун просто Старается Убить все строения И Муну сейчас Некуда Телепортироваться Что тоже Резонно Хотя у него есть Дирижабль Но там есть Дестройер Блин Вот куда ты сейчас Завел Ну зачем ты это сделал Там сеточка еще Он отсюда не уйдет Он отсюда не уйдет Нет Финда слева убил Высадились герои Блин Не надо сражаться Надо сражаться Хотя нет Там почти никто не Какие же жирные герои Андедовские Почти шестой Лич Почему он не степешился Я не понимаю То есть бегает с тобой Рядом ДК Долгое время бегает С Дестройером Без ТП Без персоналки Без всего Лич Долгое время с финдами Битыми Бьет последнюю твою базу У тебя есть телепорт Что, 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 что Ой, ты рискуешь Ой, ты рискуешь Алхимик пытается там добить зигураты Вообще ему нужно сделать разведку Понять, что Ну он знает, что есть Ну это минус-минус Минус инвол Я не знаю Умрет Вы понимаете, почему за Муна как бы Вредно болеть теперь Что Что это Из такой ситуации не выиграет Да даже если он увидел Некрополь Что, что с того Да, в Элиминейт надо идти Ой, сейчас хороший момент Вот сейчас Мун выиграет Все Ладно Выигрывает Потому что он сейчас половину финдов Минимум убьет Без героев Ладно, не половину Дестройер Дестройер важный Падай, дестройер Это очень важно Можно даже тыкнуть просто в деку Да, у него там инвол есть А он поднять не может? А у него нет Да, у него сапплай блок Козла нюкают Дирижабль Съедают финда Финды разваливаются Нет, Дестройер есть один Поднял А, потому что потерял финда Ну не отдавайся, ну ёпросоте Тут через шифт можно убить уже, всё Ну блин, там такие герои, конечно, дикие Ё-моё Дестройера спасает на последних хитах Фокус по деке Декайн вул Срочно надо прятать козла Сейчас могут Ё-моё, 28 на 43 Ё-моё Феррики умирают потихонечку Финды пока что частично живут Так, минус финд Нового козла Козёл вообще никакой Передай ему ставь, пожалуйста Ставь, передай Не, наверное, надо отступить им и подлечиться Потому что кипер вообще уже никакой Ни маны, ни здоровья у него нет 41 лимит на 25 Ну видит уже Мун где А, там негде лечиться У нас же день О-о-о-о Кайлоу больше нет Надо идти разводить Ой, там ДС&ДК по Мунвеллам Вот это игры! Вот это игры! Срочно идти убивать строение. Мун отступил, потому что не может сражаться. У него пустой козёл, он его не может отхилять. Отхилять он может только ночью. Ночь только наступила. Ночь наступила, а Мунвеллы... А Мунвеллы умирают. А-а-а, как? У 120-го нет ресурсов на поднятие нового Дестройера. Как же я люблю... игры, когда всё уходит уже от стандарта и... Беги! Беги! Тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Мана уже идёт! Где? Где дирижабль? А-а-а! И в это время идёт элиминейт. Сейчас идут ломать козла. Козёл улетает. Мун всё-таки может вытащить. Господи, как ты здесь оказался, Мун? Как в такой ситуации ты оказался? Деревья пошли на Некрополис. Нечи Блэйсинг есть, они топают. Ё-моё... Пара Мунвеллов есть, Мун отпевается. И... Остаётся один Некрополис. Один Некрополис! Одно здание у 120-го. Виспы идут. Нова на виспов. Ещё виспы идут. Ну, рано. Ну, почему не дирижабль виспы? Почему не диспелишь? Акалит есть, но а толку? А толку? Можно продать, конечно, пару артефактов. Например, арбу. Да-да-да, в этом и проблема, что Мун не уверен, что это последнее здание, потому что Некрополь не был убит сразу же, и он знал, что бегает Акалит. То есть он не может просто взять и все ресурсы кинуть на то, чтобы убивать эту базу. То есть невзирая на те жертвы, которые он может понести. Теоретически, конечно, можно поставить. Можно продать когти и поставить Некрополь спокойным. Ой, опасный момент. Кипера уже нюкают. Инвул очень поздно! Ловит, ловит дирижабль. Это минус козёл же! И пошёл, пошёл! Мун пошёл, телепортируется! Нет! Падает козёл, но в это время Алхимикс Армии пытается убить... Срочно нужно продавать когти, срочно нужно продавать... Зачем я ему подсказываю? Не продавай когти, продаёт! Идёт продавать когти, козёл убитый, его уже не воскресить. Акалит битый пытается... Есть ресурсы у него на новое здание. Да, да, он продал. И ставит новый... Новый Некрополь. В это время Свиток. Убегай, 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 Мун! Там седьмой, седьмой ЖДК. Алхимик убегает. Сейчас нужно просто найти этот Некрополь. Найти Некрополь и уничтожить. Ловит сейчас 120 этих... Какая игра сумасшедшая. Иди и ищи. Думай, 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 как он. Думай, как он. Феррики летят в нужном направлении. Алхимик бежит тоже в сторону... Ааа! Ну-ну-ну, чуть-чуть, чуть-чуть. По границу вроде увидел. Увидел же! Увидел? Да увидел, на карту посмотри. Аккалит! Аккалит! Минус! Посмотри на карту, прошу тебя. Видит, кажется, видит. Пролетает в эту же сторону. И... А хватит ли мой... Надо, надо врываться, надо врываться. По-другому ты уже его не отменишь. Только во время строительства. Только во время строительства. Ферриков ловит опять! Ну все, теперь точно нужно идти в Некрополь! Тыкай в Некрополь! Алхимик возвращается. Тыкай в Некрополь, Алеша! Все, понеслась. Хватит ли урона? Хватит ли урона? Некрополь достраивается. Алхимик подходит. Начинает под рейджем атаковать. Инвула нет. Алхимик точно умрет. Вот. О, Некрополь, Малый ХП, Алхимик минус. И Некрополь минус ГГ! Господи, какая игра! Ё-моё! Вот это да! Мун, за что? Зачем? Что ты делаешь? Все в шоке. Рты пораскрывали, азиаты. Вот это игра! До секунды, до доли секунды. Просто до конца... Ё-моё! Мун, зачем? Зачем? Скажи! Скажи, зачем ты это делаешь? Ну, красиво. Ну, очень красиво. Два секунды, три секунды, и он уничтожил. Невероятно. Невероятно. Этот турнир, этот финал. Хорошо. Мы на 1-1, господи и господи. И это значит... Мун просто издевается над зрителями, над противником, над собой. А можно было просто забрать леча, не отдать экспанд, побивать финдов на своем экспанде. Эх, столько возможностей. Плохую страту 120 выбрал. Да, да, да. Да, сделал. Спасибо тебе за спасибо. И это еще не конец. Еще ж финал будет с Императором. Император был, подходит слоупоке. Добро пожаловать. СЛПР. Ну, как так? Я же предупреждал, нельзя пропускать, нельзя пропускать. Матча за третье место не будет. Будет только финал. Собака, доллар, циркумфлекс. Собака, доллар, циркумфлекс. Простите, я только с работой сразу болеть. Но запись... Сейчас, посмотрю. Уже готова, кстати, запись на Ютубе. По крайней мере, мне написало, что обработка завершена. Извините. Да, но Аспирант еще не выложил. Аспирант, ну как так? Ну, подстраивает яркость. Да, я согласен, Джеки. Что 120 из такой невероятной ситуации довел до... До такой стадии. У Муна все было вообще, все было на руках. И хороший лимит, и хороший экспанд. Всегда у него было преимущество по лимиту на протяжении всей игры. Понятно, что там герои получше. Но это все следствие, кстати, хорошего контроля 120. Ну и то, что Мун сидел, черт знает сколько, на 70 лимита. Вот именно важны, как раз, вот как ни странно, эти последние 4-5-6 дракончиков. Потому что тебе нужен определенный ДПС, чтобы там залпа с двух убивать финда. То есть, чтобы не хватало лечения от Койла, чтобы вот на кайте лечить этого финда. Тебе нужна именно масса. Масса, с которой ДК справиться не может. Вот эти вот феррики, они дают необходимый урон. Или необходимый небольшой запас по урону. Что если кого-то там ловят, тебе там не хватать, начинать не хватать. Причем у него были деньги. Я помню отчетливый момент, 66 лимита, косарь на руках. Здравствуйте. Добрый день. Что это за... Причем, ладно, я даже не говорю о лимите. В принципе, Мунвеллы это вещь такая, которая как инвестиция работает. Ты построил там регенницу жизнь, все, хорошо. Не понимаю. Не понимаю. Да, финал сегодня. Сегодня закончится голд, к сожалению. Я только сейчас поймался на мысли, что такая эпопея завершается. Император вернется домой, продолжит стримить. Он приедет уже миллионером. И уже превзойдя свои ожидания, и ожидания многих, я думаю. Возьмите себя... Возьмите себя на плите, чтобы невозможно... Он так миллионер. Да это понятно. Кэршки, спасибо тебе за спасибо. Готовимся. Счет пока 1-1. О, почти по таймингу. Легкий перекус. И спасибо, красавица. Да нет, я зато... Не, оставь, оставь, я кофе такой допью. Хотя нет, давай. Можешь долить просто туда. Друзья, одну-две минуты перерыв, я быстро затащу пару бутеров, и энергия потребуется нам. Это только последний раз. И, конечно, я не знаю, что-то dug. Это было интересно. Я, конечно, был такой, что-то. Как это было первым, чтобы он был первым в первую игру. В первую. В первую голову, и получить первую заг Nazина. у比nan, наверное, были те самые самые самые... в финальные, тринь, 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 тринь. но никто не делал это, чем 1-2-0 это правда? да, это правда Фогги очень близко в 2 ГЦС но это было просто это опыт что не было это не было против Моун и Т8 я имею в виду нет шансов и лошадей для этих пайтов но это как это было да, 1-2-0 и Моун уже держатся интересно, как один из нового бога другой был легенд наш финалист уже в этом финале счастливый он был рядом много времени но он не был один из тех предыдущих предыдущих ренессансов когда он играл в ЕГИ и не знал, что остались другие команды поймался на мысли что сейчас сижу как студент в М-19 смотрю какой-нибудь корейский вот и ем бутерброд запиваю кока-колой да это это было лет 12 назад 13 да и стрим сейчас идет но по сути все началось именно там с сводов с комментариев с компьютерных клубов с Варкрафта и да это 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 что это 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 Продолжение следует... 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 В магазине ГГ можно купить Робу Акалит? Нет, у нас пока такого нет. Но есть классные ковры, футболочки, кружечки. Дайте, пожалуйста, ссылку на магазин в чатике. Кэша тоже ковер, я жжал, кажется, со стримфестом. Грэнсон говорит, привет, Миша, словами не выразить. Да, спасибо большое. Я сам огромное удовольствие получаю от просмотра, особенно таких игр. И с удовольствием, с удовольствием. Особенно, учитывая то, что Император в финале. Спасибо, Ледокол. Счет 1-1. Подкалывают опять. У них, видимо, старое обсуждение квоты на американский регион. Где же, где же игроки оттуда? Да. Ну, это исторически, мы же обсуждали. Там стратегии не так популярны. И сильных игроков, как следствие, тоже не так много. Не могу забыть предыдущую игру. Такое количество эмоций, негодования. Как так? Ну, опять же, только Мун мог сначала забраться. Ну, сначала он получил отличные преимущества. Потом он как-то невнятно его подрастерял. Вроде контролил, вроде там... А потом оказался позади. Упустил парочку классных возможностей закончить игру раньше. Причем они были не такие прямые... Там не нужны были серьезные умозаключения, какая-то сложная логическая последовательность. Одношаговое решение, и все. И все. Посмотрим, что будет здесь. Не добил деревом уже хорошо. Спрашивается... Извините, зачем Энтов там вызвал вообще? Они сделали два удара каждый. Все, Энты. А срок годности наполовинку прошел уже. Как? Как? Как он это делает? Грэнсон, такой ситуации никогда не было. Видимо, там либо есть последовательность, либо очень маленькие фреймы. То есть никто никогда не уничтожал, куда ты пришел. Не уничтожал одновременно два здания. То есть настолько близко... Не, это самое, не выбрать. Ну, в смысле, не было такого. Не подгадать я. Кипер крепится, переключается на гулей, нейтрала вроде как. Очень сильно, кстати, получают сейчас гульки, выживая чудесным образом. Как раз вот нужен второй уровень для того, чтобы прикопка появилась. Ну, вот задиспелить. Да, задиспелил скелет. Нет. Да. Или нет, или не задиспелил он скелет. Два скелета, оба живы. Может быть, это кто-то из старых есть. Пара когтей. Хм, поставить два здания разных игроков рядом, зарвать под рывником. Интересно. Вот это уже креативный подход для того, чтобы найти ответ на этот вопрос. Может, кто-то заморочится, проверит, передаст, видосик запишет. Кому делать нечего. Была игра ТГВ в Ладыре, где почти его одновременно убили последнее здание, боем Battle.net до луз. Вот так. Понятно. Напомню, что в этом противостоянии, во втором полуфинале, мы с вами договорились. Провели голосование демократическое. Ёппер, СТ. Просветочка нужна. Да, у нас все равно время есть. Пока нычка строится. Да, окружить сложно, на самом деле. То есть скорость перемещения у даки больше. Гульки еще теряются на лагере наемников. Просветка уже есть. Минус ТП. И Гуля падает на криппинге. А мог да спасти ее. Да спасать. Слушайте, ну вот такой Мун побеждает. Вообще, как бы если колечко выпадает, ну кольцо, конечно, не очень хорошо, потому что козлу обычно сносят здоровье в первую очередь заклинаниями. То есть фокус это скорее дополнение к базовому нюку. По крайней мере, половина урона в него неожиданно влетает именно магией. Опасный момент в плане криппинга. Потому что дерево... Ну потому что сзади подходит Андетт уже с лечом. А мы тут еще не добили этого голема. На самом деле можно просто... Так, минус Арча. Я думал, можно попробовать Декупат прикопать под этими, под големами. Ооо, вот это креатив. Нет, Димка хорош. Если при должном контроле он может и в лейте Андеттовским героям показать, кто есть кто. То есть это, по сути, единственный способ нейтрализовывать... Понятно, что у нас, получается, нет нормального фокуса, у нас нет атаки по воздуху, у нас меньше урона с руки из-за отсутствия рейджа. Вот. Но с другой стороны, мы можем нейтрализовывать вражеских героев по мане. Вот уже пустой ДК, между прочим. А вспомните, как много делали именно прокачанные Андеттовские герои. Понятное дело, что Димка тоже ловит в лицо Койл Нову. Вот. Но, по крайней мере, он может прописать там один-два Берна, потом улететь на стаффе, потом вернуться, и уже будет получше, попроще. Берн, Берн, Берн же в леча. Ну, е-мое. Почему не Берн в леча? Ну, минус снова была бы. Ну... Минус... Нет маны, нет, соответственно, Кайлов. Все очень просто. Нет Кайлов, умирают пауки. Странно, что сдал, в общем, он этот магазин. Я думал, что он будет за него сражаться. А почему он решил отойти? Исходя из какой вообще логики он отсюда свалил? Э-э... Ну, у него больше лимита. Там нейтрализованный герой, маны не было. Э-э... Что? И он просто отошел пешком... пешком назад. Может, у него не было... не был готов Грейт на гиппосов? Скорее всего, да. Скорее всего, Грейт на гиппосов был не готов. Он не хотел Арчей разменивать на гулей. Да, точно. Ох! Агила плюс шесть. Хорошо. И понеслась. Да, личи уже, естественно, с Арбой. Да можно прикапывать уже гульку первую. Да, почему нет? Провоцировать. Деку на возврат. Гульку отдают спокойно. Без боя абсолютно. Очень странный тайминг, действительно, согласен. Пытается выбить еще... Огром. Из Огра артефакт. Но здесь уже будет сражение. 50 лимита на 35. На 35. Плюс тут сеточка еще. Демон, смотрите, Койл нова, но он прописывает Берн. Есть Став. Вылезает Дестроер. Сейчас Берн и Став нужно на Димку, чтобы не потерять его. Молодец. Все, и в результате у нас получается... Слушайте, а Дима тут хорошо вписывается в эту стратегию, потому что он... Ой, минус Дестроер. Так это 2-1. Нет, 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 опять начинается. То есть он реально хорошо себя показывает уже на первом уровне. То есть первый Димка уже нормально выжигает. То есть он реально проблемы создает. И... Классно. Классно. Так. Так, повторюсь, опять же, время работает, нычка стоит, все прекрасно у Муна. Причем 120 каким-то невероятным образом умудряются еще... Нет-нет, да подрезать нейтралов. Блин, почему не попытался даже стырить артефакт? Почему не попытался добить этого несчастного Огра? О, минус Лич, что ли? А, там инвул был. Что? Серьезно? Он держал все это время инвул? Хороший Берн на минус тележку. А, дает Финда... В смысле, этого Феррика, ничего страшного. Это... Это круто. Да, он не хотел большой инвул отдавать 15 секунд, который он, видимо, только-только вы... вытащил из магазина. Так, высасывание... Там став еще было высасывание мана. Может, он его на другом магазине получил. Опять Моноберн, опять пустой ДК. И... Преимущество, конечно, колоссальное у Муны сейчас. А там телепорта нет, между прочим. Телепорта нет. Можно подблочить ДК. ДК, кстати, очень рискует. Очень рискует ДК. Очень рискует ДК. Где там козел? Почему он не подбегал сразу вперед? Нет, козел рядышком. Можно подрезать какого-нибудь из героев. Либо Лича, либо... Лича можно забрать. Маны, что ли, нет у козла? Видимо, да. Видимо... Видимо, нет маны. Иначе, ну, должен был под... Нет, есть мана. Ну, развороти ДК, бей. Под прикапывай, чего, чего, давай. Пусть жрет бутыльки. Да, пошел. Хорошо. Минус бутылочка. Да, все нормально. Прикопка на бутылку, конечно. Сейчас на развороте еще разок ДК можно попробовать под это самое. Нет, не делает. 60 лимита на 39. Опять преимущество Муны на 20 лимита. По герою мне отстает 4-2 на 3-2. Первый играет на атаку. Ночное видение еще. Ну, 120-й подкрипливается неплохо. Зачищает свой... Вообще, Мун должен был сейчас крепить красную точку. На развороте на пофиг, имеет ЭП. Зачем он возвращается к лагеря наемников, совсем непонятно. У него был телепорт, он пешком отступал. То есть, единственное, что сейчас может 120-й сделать, это каким-то макаром опять прокрепить карту, получить частично деньги хороших героев, и затянуть игру. Вот, вот. А зато ты лагеря наемников прокрепил. Ну зачем? Берн. 46 маны высасывает. Да-да-да, минус обсидианка. И все, без маны и дуки финды у нас уничтожаются. 70 лимитов. Мун сделал лимит под 80, смотрите. Он готов, он готов строиться. Слава богу. Не уверен, что нужно лезть на базу. Тем более, Ильич получает третий уровень. Но финды, нет-нет, допадают. Да, Димка тоже третий. Берн хороший, на 73, такой неприятный Берн. Без двух маны был Койл. Не, надо давить дальше. Без Койлов он здесь мало что может сделать. Да, ГГ, 2-1. Вот это да. Димка, Димка зарешал. Реально, Димка зарешал. Польза его уже теперь очевидна. Именно в конкретной стратегии. Потому что он полезен сразу на первом уровне. То есть в любой контакт ты уже штрафуешь Андеда по мане. А тебе очень важно, вот как раз много всяких контактов происходит. Учитывая хит-эндраны, там сетки и прочее, прочее, прочее. И вот если штрафовать Андедовских героев по мане, то им становится значительно сложнее, там кайтить, лечиться, откидываться. Ни замедление нормального, ни урона не наносят, ни финдов не лечит. Но еще начало было, конечно, очень удачно для Муна, потому что помните, как он отлично с невидимыми арчами окружил Деку? Не отдавал героев, не отдавал экспанд. Да-да-да. И главное, что он не сделал ничего такого сверхъестественного с одной стороны. Просто не допустил грубых ошибок, которые были в некоторых прошлых играх. Лисуриус поддержал наш канал на 300 рублей и сообщает, пока вы лидол. Я заморачился с того самого интервью. Юйзайте. Ссылка. Муна Моушенс называется. Это подборочка, это выражение лица Муна, самые разнообразные. Тут реально сколько их получается? Два десятка. Два десятка разных лиц, разных эмоций. Вообще. Надо еще подписать каждую из эмоций. Класс. Ссылочка, соответственно, в чате есть. Это готовый набор смайлов просто. Реально. Готовый набор смайлов. Я по этому поводу даже конфетку заточу. Спасибо Михаилу Лисецкому. Организатору стримфеста. Ну и по совместительству фаната Муна, видимо. Рурба поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Привет, Нифанде. Хорошие кофе и бутерброды с каким-то мясом позволяют нам слушать отличного комментатора. Спасибо большое, конечно, Рурба. Спасибо. Да, хорошее кофе может порезать слух. Но спасибо. В том числе и реформе образования. Можно говорить и так, и так. Теперь уже. До какого хэппи этапа прошел? Ну, пока до финала. Остался один шаг. Филбот опять показывает, в чатике выкладывает выражение лица 120-го после игры. У тебя же тоже должна набраться уже целая подборка лиц после поражения. Этот гол благодаря тому, что есть хороший продакшн, есть операторская работа, есть определенная последовательность, когда показывать. Демонстрирует и от первого лица, и датчик движения глаз тоже на этом голоде появился. Подрил нам, конечно, очень много классных моментов, классных эмоций, новой информации. Мун ведет 2-1 после абсолютно невероятной первой игры, когда Мун просто ставит экспанк, если вы вдруг пропустили, но это можно и на словах описать. Мун не подводит к нему виспов, теряет эксп, и все, соответственно, идет черт знает как. После невероятной вообще второй игры, как будто, знаете, Муну нужно какое-то время, чтобы раскочегариться. То есть выйти на уровень. То есть можно проследить по этим трем играм разницу в исполнении одной и той же стратегии у Муна. Ну, серьезно. Вспоминаем. Первое, он не смог поставить экспанд. Второе, он смог поставить экспанд, ну, так сильно упрощая, но не смог справиться с средней там стадией игры. То есть уже давал там много-много поводов 120-му на вытаскивание. Третья игра вообще, та же самая страта, тот же самый экспанд. Чуть-чуть немного другие герои, ну, второе, в частности, которое, кстати, заэффектил, да. Но все равно преимущество было не только из-за ДХ, а из-за того, что просто Мун уже не ошибался так грубо, как делал это в двух предыдущих играх. Вот. Как бы он к... Да, я тоже думаю, как бы он к Хэппи не разогрелся настолько, что пойдут а то флэшбэки у него из прошлого, начнет строить шесть нычек по картам, выберет низины еще какие-нибудь. Ладно, посмотрим. Для Муна осталось сделать небольшой один шаг и выйти в финал. Просто вытаскиваешь, выигрываешь эту карту, все, и спокойно с императором в финале. Зрители рады, потому что нет фандэдовского Мирора. Император рад, потому что он в интервью сказал, что увереннее себя чувствует против Муна. Поэтому... Использует самые разные лица Муна. Да, козел, конечно, чего отказываться от плана, это все отлично. Берем козла. Фартук. Подождите, пока в игре ничего нет, я... Да, и много творчества было уже от любителей Варкрафта на протяжении этого турнира. Back to Warcraft смотрит уже 70 с лишним тысяч, 7300 на данный момент. Кажется, этот турнир поставит серию рекордов по Варику, по крайней мере, потому что вот был в последние несколько лет. Все взаимосвязано. Выход рефоржа, повышение призовых, повышение мотивации у игроков. Это все влияет на зрелищность игр, больше нестандартных, особенно вот таких вот развязок с разменами. Сумасшедшая борьба. Это все эмоции, это все интересно смотреть. Не добивал Мун с никого из нейтралов бараком. Так что все нормально. А, ну и, конечно же, Император в финале. Ну, у нас и Фогич тоже был в финале. Помним. Помним, надеемся. Гойтсман, я уже не помню. Задело. Точно задело. Спасибо за соточку. Да, он скорее просто хочет разведочку, хочет понять и хочет обезопасить дерево, растущее дерево. Хотя, это же магазин справа делается. Да, это магаз должен быть. Пока экспант Мун не ставит. Черепашечка добивается. Второй левел получает ДК. Хорошие у него артефакты еще. Слопочный Висп, который, конечно же, пригодился на старте криппинга. В идеале на него и тратят Коил. Он диспелит, еще кого-то задевает. Хантерс Холл. И Эксп. Очень странная последовательность. Не, он будет ставить экспант, я более чем уверен. Просто тайминг смещается. Овца только, только немножко подблочила 120-го овца, тут же ее покарали. И два скелета. Что-то там выстраивает Мун в южной части своей базы. Но, скорее всего, это все-таки Мун Вэллы. Второй барак он вроде не делал. Да, Мун Вэллы, барак, и вот, собственно, нычка. Окей. Вполне ожидаемое. Немножко поздновато, на мой взгляд. Тем более, что 120-й вообще не делал разведку никакую. То есть, только сейчас он сделал разведку. В принципе, можно было поменять местами Хантерс Холл и нычку, и ты получил бы почти уже готовую базу. Да, у тебя бы не было кота, такого замечательного, который бы бегал, прыгал, даже двух котов. То есть, опасался какого-то, какой-то агрессии, видимо, Мун Рани. Гульки выдвинулись с главной базы. Сейчас мы посмотрим от первого лица до 120-й контролит. Не, он очень медленный, конечно. Но хватает, что-то черешит, все сделал, вызвал склетов, отвел одного, сделал разведку. Увидел козла. Ах, какой койл прекрасный. То есть, мимо, для нас прекрасный койл. Хантерски. Сейчас придется раскошелиться по кайлам. Не хочет даже. Нет диспла, правда, от виспа. Ну, видел, видел, 120-й экспант. Было, было видно, что это здание уже открыто на карте. Ох, а вот это был ласт кит, кстати, от Фростморна. А это очень важно, потому что Деката уже близок третьему, даже ближе, чем Кипер. На удивление. Да. Ну, он слева с зеленой точкой успел забрать. Две лорницы? Да ладно, Мун, время креативить, что ли? Время креативить. Нет, Фериков-то тоже ставится Хантерс Холл, не по такому таймингу. Я думаю, что он решил просто более агрессивно сыграть на старте, но наличие Хантерс Холла не обязывает тебя ставить лорницы. Хотя, как бы, это и... Ах, какой Койл шикарный. Ё-моё. И вот я не знаю, что делать. Ну, то есть, это дриадомишки или просто масс-дриады. Может быть, он выбрал из-за карты дриадок, потому что здесь фонтан есть, в конце концов, и с козочками можно весьма неплохо на халяву лечиться на фонтане. Это одна из самых... Ну, короче, у коз проблемы с лечением, из-за того, что у них хоть жизни не так много, но всегда есть запас маны. Почти всегда. Нужно подождать где-то минуты 3-4, когда у нас полная, когда у них полная мана будет, тогда можно спокойно лечиться в Мунвеллах. А до этого времени... Не, никак. Просветочка минус... Минус Арча. Но Арча не нужна, это естественный отбор, ничего не сделать. Очень много тратит... Нет, Мунт что-то какую-то хрень делает. Он сражается под нейтралами, у него нет стафа, он отдает уже... Что? Что ты делаешь? Он пытается получить третий уровень козлу, отчаянно пытается получить третий уровень козлу, но такие колоссальные потери... Нет, нет, не на это рассчитывал Мун явно. Там все... все скелеты отконтраливаются. Да. Да, какая разница, кейп-кипер уже отошел. Понадавался, Мунт. На ровном месте причем. И... И это очень странно. Странно, что у него до сих пор нет третьего. Странно, что при живом магазине у него нет стафа. Да там уже Т3, там Финды, там нормальный... нормальный тег, а здесь еще база не факт... не знаем, когда поставится. Ё-моё. Неужели Мун... Койл нова, третий кейпер окей, но какой ценой, какой ценой? Там же обсидианка, сейчас первые Финды придут. Трухель объединил все мимимические жесты, да, Муна в одну гифку. Пока что план Муна не оправдывает себя. Хантрессы не принесли никакого практически результата. поумирали. Да, конечно, там есть экспанд. Да, у Муна дриады фирменные. Да ладно, у тебя еще там автоказ стоит на дриадах. Диспл, диспл на хорошее дыхание. Да, хорошее по гулькам. Фокус по гульке. Не обязательно сейчас сражаться с Муном. Напротив даже, ему скорее всего надо будет сейчас где-нибудь вторую-третью панду получать. Хотя и третий лечь тоже опасный. Товарищ не, не отстает, Мун. Точка сбора хреновая. Гульная точка сбора у финда. Какая там. Подрезает гульку. Сейчас контроль заменитый Муновский идет, смотрите. Дыхание отличное. Свиток почти по таймингу, вы видели? Он мог спасти эту дриадку, правда теряет еще одну. Очень битая финт, очень битая гуль. Да ладно! И тут внезапно, внезапно 120 развалится, лечь подставляет, его можно окружить справа! Там есть, конечно, один койл, лягуха блочит. Дестройер живой. Ооо, неужели ТП? Да, ТП. Там была мана на койл, решил не рисковать, телепортируется. И Нага третий. Да, не собирается 120-й затягивать эту игру. Не собирается. Да, Нага это весьма ситуативный, особенно в данном случае, герой. Просто для хорошего фокуса по героям. Все. Мун должен сражаться за эту шахту. Тормозит! Что? Ну, чини! Сейчас отдашь шахту! Нет, все нормально. Диспл хороший, очень фуловый ДК по мане. Дыхание, дрядка очень битая, прикопка. Дестройера пытаются фокусировать. Он нейтрализует почти полностью кипера. Панда, где стаф-то? Ёпар СТ! Начинается у меня опять нервное покашливание, падает, дрядка затупила. Дестройера лечат. Да. Сейчас уже три героя развалят кабины этих дряд. Сто процентов уже. Хотя один финт минус, второй финт минус. Не, и тут внезапно качели, и Мун каким-то макаром еще живет. Кстати, у нас нет... Точка сбора, что с ней? Не так? Может быть, он хотел дотащить что-нибудь из магаза, но настолько законтролился, что уже два юнита успело выйти. Хотя, причем, разная точка сбора у него из Слотерхауса одна, из Крипта другая. То есть, там стоит Обом и финт. Нет, он просто... Он реально мискликнул. Никто ничего не покупал в магазине. Так, это хорошо. Но хотя он под Энвулом тут будет стоять очень долго. Дрядки могут еще подрезать. Нет, Дестройера не подрезали. Да. Энвул. И здесь уже стоять смысла особо нет, потому что Дриады не держат удар, к сожалению. 50 лимита на 60. Ну, естественно, козлиный лимит это не очень хорошо. Хорошая сейчас пересменочка у 120-го. И перерыв отличный. и лечится он, и артефакт выбивает, и нычку ставит. Хороший ход, очень хороший ход. Красиво. Панда вторая. Ну, панда... Кипер почти четвертый. Вообще, тут приоритетнее третья панда, чем четвертый Кипер. Скоро, в забист абсолютно бесполезная хрень. Дриады не понимают рыков. Крипджек, Крипджек еще может быть. Козла. Ой, бутылку надо пере... Какой валидол. Пошел фокус. Но здесь уже, блин, два бома. Ну, как с этим сражаться? Финт на чудесах уходит. Тут Дриад нужно контролить. Я не знаю, как, чтобы против такого микса сражаться. Пытается Мун прорваться к Финдам. Дирижабль начинает контролить Дирижаблем. Правда, Нага, 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 кстати, это слабое звено, потому что его нельзя, ее нельзя подлечить. Инвул, Дриадык спасает. Сейчас надо Нагу, 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 Нагу попробовать прикопать. Нагу прикопать, попробовать убить. Падает все равно Дриадки. Нага с телепортом. Форкет на козла, козла прячут. Ничего себе, развел, как Мун. Там тележка еще стреляла. Семь хитов у него осталось после... Ай! Я не знаю вообще, есть ли у нас... Я реально задумался, может, валидольщику хряпнуть. Или валерьяночки какой-нибудь. Да у меня в флешбеке тоже. Панда, которая умирает после телепорта от фокуса, от Койл Новый на последних хитах. Это же кошмар эльфийский, кошмар. Единственная надежда Муна, на самом деле, в лейте, это слабая Нага, которая отъедает Экспу у ключевых героев. Мун видит центральную базу, непонятно, что с ней делать, правда. Он отменил показе Гурат, сражаться не готов, потому что, по крайней мере, козла рядышком нет. Ну куда вы бежите, ну козочки, ну ёпар СТ! Что за точки сбора-то такие дикие? Да. Поэтому он Зигурата убивал рядами, потому что Зигурата по-другому грейджные, когда они достроятся, этими копьями не штурмануть. Но Муну нужно что-то придумывать, потому что время уже работает не на него. Третьей базой в теории он может ответить, поставить его в правом нижнем углу. Вторая панда, вторая панда, господи, как это нелепо. ДК, при это самое, прикапывается, окружается, у него нет ТП, а у него нет Инвула. Инвул только у Наги есть, она пытается оббежать. Да ладно, пытается передать Инвул. Минус ДК. Панду ставует на последних хитах! Что? Что? Инвул на козле! Минус Абум, что? Как? 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 Он еще не отпустит Нагу, скорее всего. Как? Ой, 120-й, как же ты будешь сожалеть об этом моменте. Выкупает ДК, 45 на 70, но уже лимит-то такой. Нага, Нага битая. Энты, Нагу фокусят. Козел, 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 козел! Телепорт, нет, 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 нет! Нага, нова, нова, могла бы идти выстрел, 8 хитов, козел падает, что ты там, у него телепорт был! Да что вы делаете со мной? Да издеваетесь, зачем, почему, ну как так-то, ну телепорт же, ну как, как? Да вы издеваетесь, да там Нага умерла, ну козел, ну козел, ну как? Козел выкупил. Абомы пытаются, Абомы пытаются убить, у лича мана есть, падает Финт, 38 лимита против 71, не, лимита больше все-таки, сильно больше. О, ё-моё, больше, о, можно окружить ДК опять! Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Блочим, 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 блочим. Тыкай, тыкай его. Есть, минус ДК. Ну, я бы вышел. Ой, какое выражение лица у 120. А уже было все прекрасно. Уже экспант достроился. Уже Грейжен и Зигурат. Ё-моё, уже лимиты там не сильно так разнятся. А бомбы бегают. Герои по уровню хорошие. Шестой кипер. Здравствуйте. Что? Аура шипов? Ё-моё, Мун. Сейчас только что такое... Помните, я говорил про амплитуду скилла Муна? Нижний порог сейчас так опустился. Ё-моё. Вместо ультимейта он берёт абсолютно ненужную ауру шипов. Прикапывает Деку. Опять окружение. Там есть инвол у Деки. Серьёзно. Крабы в бой. И это ещё не всё. Ну хотя, скорее всего, всё, но пока ещё не всё. Сейчас, если ещё козлик какой-нибудь отдастся. Ой, ДК, 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 ДК. ДК, 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 ДК. Это байт. Козла. Сейчас козла могут убить. Нова. Фокус под Икеа мог успеть залп сделать. Ну... Аура шипов. Аура шипов. Аура шипов. Да, он понимается, 20-е, что нычка он за нычку не посражается. Там 80 лимит на 40. Естественно, всё преимущество у Муна. Аура шипов. Аура шипов. Ульт на козлят действует. Конечно, действует. Даже на баллиста действует, на технику. Переучился. Ультимейт. Да дело, да, не в золоте. Дело в том, что он в тот момент мог быть с ультимейтом, понимаете? В тот момент мог быть с ультимейтом. Там игра могла закончиться на ультимейте просто. У него была мана причём. А там уже пятый ДК. И почти пятый. Там 2-2, кстати, у дрядки должны быть уже. Приходит, видит, нычки нет. Стадо кос. Надо проверить правый нижний угол. А уже проверил Мун его. Мун знает, что нет экспанда. 120-й понимает, что он может выиграть только на качанных героях и на хорошем херокиле. Только на этом. Големчика окружает, убивает. Падает козочка, одна прикопка, дыхание. Да, кстати, болезнь здесь очень бы зарешала. Панда инвулом... Как он инвулом койл ловит уже в который раз. Слева обом, алло. Ну слева обом. Нагу фокусят. Панда третья. У Наги есть ТП. Да, минус ТП. Фокуснуть дирижабль... Нет, не дирижабль, извините. Обсидианку надо фокуснуть. Панду спас. Да, брик лейерс. У меня такое же сейчас выражение лица. Я просто... Просто... Да, должен идти. Ну, Муна уже Т3 делается. И Грейда надо дальше делать. И, возможно, медведей или МГ добавить. Скорее всего, даже МГ. Потому что медведи будут еще одной... Одним источником для фокуса. Транквил работает. Нага очень битая. Обсидианку можно отстрелить. Козами. Козами просто убивает. Понимаете? Козами. Переходит в центр. Пытается окружить опять ДК. ДК окружен. ДК фокусят. А бомбы тоже не могут выйти. Да ладно, он не может отсюда выйти. Козла нюкает. Минус... Минус ДК. Минус ДК. Ну, минус ДК! Ну, минус ДК! Ты тыкни в него! ГГ! Мун в финале. ГГ. ГГ. 3-1. Мун выиграл. Какие валидольные игры. Какие валидольные игры. Мун. Легенда. Аура шипов. И следующий матч, который мы с вами посмотрим. Последний матч на сегодня. Последний матч на турнире. Это финал. Хэппи. Против Муна. Бест оф файт. Пойду запись поставлю заливаться. Что это? Ну, что это? Ну, что-то странное. Что-то странное. Да. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...